Здравствуйте! В эфире программа «По существу». С вами Татьяна Трофимова. Когда закончится эта длинная трудовая неделя, всех нас ждут майские праздники, которые многие проведут на свежем воздухе. В парках, за Волгой, на шашлыках, а кто-то еще и с пользой. Вот новочебоксарцы и гости города в начале мая дружно ходят на центральный стадион имени Николаева. Там уже 26 лет подряд проводится эстафета на призы газеты «Грани». О фишках, секретах и традициях ее проведения нам сегодня расскажет генеральный директор, главный редактор издательского дома «Грани» Наталья Колыванова. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Татьяна! 26 лет – это немало, так сказать. Откуда такое постоянство проведения эстафеты? Это вообще в чем секрет? Ну, секрет прежде всего в том, что Новочебоксарск – это спортивный город. И любое событие, которое объединяет спортивная какая-то конкретно площадка, в данном случае это центральный стадион, становится общегородским событием. От мала до велика в Новочебоксарске горожане занимаются спортом с очень маленького возраста. Естественно, им хочется продемонстрировать свои достижения в спорте, особенно в легкой атлетике, в беге, и показать, кто же в Новочебоксарске самый быстрый, самый ловкий и самый целеустремленный. Кто же придумал эту эстафету? Кто ее основоположник? Какие у нее вообще цели? Кем она была учреждена? Там наверняка есть тоже своя какая-то история. Конечно, да. Сначала эстафета не существовала как самостоятельное городское мероприятие. Это был городской этап самой многочисленной, самой, скажем, такой серьезной эстафеты на призы газеты «Советская Чувашия». А вот в 1996 году, после некого перерыва в проведении этой эстафеты, Усовым Александром Борисовичем, эстафета была задумана как самостоятельное уже спортивное мероприятие. И проводилась она тогда не на стадионе, потому что его на тот момент общего открытого стадиона не существовало, а проводилась она на самой главной центральной площади перед городской администрацией. И уже на тот момент она объединяла и школьников, на тот момент она объединяла, естественно, предприятия, учреждения города. И тогда появился первый девиз эстафеты, автором которого является спортивный журналист нашего издания и работающий до сих пор Валерий Паладьевич Мутресков «С гранями бежать веселее». Когда я ему задала вопрос, почему именно такой девиз, он сказал, что на тот момент грани сдавались тиражом 30 тысяч экземпляров. Это действительно была объединяющая площадка для разных возрастов. И действительно для спортивного города с газетой было бежать не только быстро, но и весело. Это был большой спортивный праздник. Она всегда проводилась в начале мая, во время майских праздников. И почему выбрана именно такая дата? Ведь можно было устроить 1 июня то же самое эстафеты. Ну, прежде всего, это дань нашему профессиональному празднику, Дню Печати, 5 мая. Это традиционная дата. И только тогда, когда она выпадает на выходные дни, мы передвигаем, предположим, на 1-2 дня проведение данной эстафеты. Но мы всегда помним, что это профессиональный советский День Печати. И именно газета стала тем объединяющим, той объединяющей площадкой вот именно в этом празднике, в эстафете на призы газеты «Грани». И в ней принимают участие от детсадовцев до министров. Здоровый образ жизни, спорт. Это, конечно, все понятно. Как вам удается уже столько лет собирать тысячи участников, еще настолько разных? Ну, я уже, наверное, повторюсь, да, и скажу, что Новочебоксарск – спортивный город, поэтому никого не нужно заставлять участвовать в этой эстафете. Наверное, секрет этой эстафеты – долголетие. И почему с таким удовольствием все участвуют ежегодно в этой эстафете? В том, что это действительно самый большой спортивный праздник. Это самое большое спортивное событие всего города Новочебоксарска. Сегодня у нас прошел оргкомитет. И, вы знаете, я себя поймала на такой мысли, что все, кто присутствовал из организаторов на этой площадке, никого не нужно было уговаривать. Каждый предлагал свои идеи, каждый высказывал определенную точку зрения. Вы знаете, даже если газета «Грани» по каким-то причинам не станет, я думаю, что все равно этот праздник спустя 20-10 лет, он будет продолжаться. Потому что действительно это настоящий праздник спорта. Ни один участник этой эстафеты не уходит без приза. Ни один участник и победитель не уходит без диплома либо сертификата. И, наверное, я не думаю, что только призовой фонд является действительно таким мотивом для участия в этой эстафете. Просто каждый Новочебоксарец хочет почувствовать сопричастность к этому большому празднику спорта, здоровья и здорового образа жизни. Это сильно, конечно. В каком году вы побили рекорд, если можно так сказать, по количеству участников? Ну, я хочу сказать, что стабильное довольно-таки количество участников. Это более 200 команд предприятий, учреждений самого города Новочебоксарска. И ежегодно растет число участников спортивных команд. То есть, если в 2016 году их было 72, то в прошлом году их было в два раза больше. То есть, все большее количество семей спортивных, где дети иногда и не достигают возраста двух лет, хотят принять участие в этой эстафете. Для нас это очень отрадно, что не уменьшается число участников, а наоборот, оно увеличивается, оно расширяется географически. То есть, если раньше это были городские предприятия, учреждения, то сейчас в заявке мы видим и Канаж, и Цивильск, и город Чебоксары. И нас это радует. И в прошлом году судейская команда вообще вышла с предложением о том, чтобы выйти на межрегиональный этап и на межрегиональный уровень проведения данной эстафеты, чтобы она была абсолютно открыта для всех любителей физической культуры и спорта. То есть, это ваше направление развивается? Да, обязательно. Я думаю, что... Я поэтому говорю, что у эстафеты большое будущее. На самом деле это так. Наталья, вы же сами тоже участвуете в ЗАДЕГО. Безусловно, да. И вот скажите, вы как-то тренируетесь, готовитесь к ним, я не знаю, пробежки там утренние? Вы знаете, сегодня поймала себя утром на мысли, что вот с завтрашнего дня мне придется уже начать свою тренировку и выйти на стадион и попробовать, ну, приобрести хорошую такую физическую форму, потому что ровно после торжественного открытия этой эстафеты проходит ВИП-забег, в котором участвуют руководители города, министры Чувашской республики, депутатский корпус госсовета и городского собрания, руководители предприятий, учреждения города. И вы знаете, у нас ежегодно есть свои лидеры, и мы признаем первенство, и мы видим, что многие руководители действительно очень серьезно занимаются своей физической формой. Это отрадно, и это мы демонстрируем нашим горожанам. – Соперники вам там случайно не поддаются? – Нет. – Как организаторам? – Нет, нет. – Хорошо, честный забег, да? – Да, честный забег, абсолютно честный, да. – Какой у вас был самый необычный участник, который запомнился, может быть, на протяжении нескольких лет? – Самый необычный участник – это, наверное, самый младший участник. В один из забегов семейных команд одному из участников было год и восемь месяцев. Нас очень радует, что уже даже в таком возрасте можно ставить свои рекорды. Не случайно девизом газеты является девиз «Вперед к новым рекордам». И каждый год мы эти рекорды устанавливаем. – Самый оригинальный подарок? – Ну, пожалуй, вы знаете, подарок, ради которого борется команда – это, естественно, велосипед. Все, что связано со спортом. Это велосипеды, самокаты, мячи, спортивное оборудование. Я не могу, наверное, выделить. Каждый подарок уникален, каждый подарок запоминающийся. Самое главное, что с удовольствием горожане и с большой благодарностью принимают все наши подарки. И удивлены порой очень часто тем подарком, который мы вручаем участникам. – Про дефис эстафеты вы уже нам сказали. Он один на протяжении этих 26 лет? Или есть еще какие-то, добавляются, может быть, к нему какие-то лозунги? – Ежегодно мы проводим конкурс слоганов. Победители получают от нас футболку участника эстафеты с тем слоганом, который является победителем. Вот это да, это ежегодно мы проводим. Но у нас есть два слогана – это «С гранями бежать веселей», это традиционный слоган и «Вперед к новым рекордам». Но они уже стали вот такими, знаете, утвердились. Мы не хотим их менять. Все-таки постоянство – это тоже очень хороший признак для эстафеты. А то, что сами предлагают наши читатели, нас только радует. Потому что там вот они действительно очень творчески, очень креативно подходят к этим слоганам. И эти девизы мы используем на сувенирные продукции, которые точно так же дарим нашим участникам. То есть на футболках, на кружках, на бейсболках. И поднимаем настроение тем самым участникам нашей эстафеты. Еще я слышала про одну вашу очень интересную фишку, когда вы складываете возраст. Расскажите про это. Ветеранские команды у нас одно из условий участия – это возраст не меньше 250 лет для пяти участников. Мы понимаем, что каждый год этот возраст у нас растет. И есть команда, общий возраст которых составляет более 300 лет. Но это говорит о том, что у всех возрастов, от самого маленького до, скажем, очень зрелого, эстафета пользуются большой популярностью. А как насчет погоды? Вдруг, если она подведет, что вы делаете в этих случаях? У нас был один год, это было много лет назад, когда во время эстафеты шел ливень. Мы единственное отказались только от детсадовского возраста, провели его на следующий день. А все остальные участники с удовольствием бегали под дождем. Это не помешало абсолютно установлению новых спортивных рекордов. И последний вопрос. Можно ли подкупить организаторов, чтобы победить? Нет, ни в коем случае. У нас очень честная эстафета, чем она, наверное, и привлекает. Потому что сразу после забегов мы вывешиваем результаты спортивные. И каждый участник этой эстафеты может посмотреть, как он выступил, с каким результатом. И принять во внимание для дальнейшей корректировки своих тренировок. Спасибо, Наталья. Честная эстафета на призы газеты «Грани» ждет всех, кто может бегать. 4 мая едем на Учебоксарск. Участвуем в традиционной эстафете издательского дома «Грани». Встречаемся в городе Химиков на центральном стадионе Николаева. Приходите. До встречи.